И в эфире Вин Вин Зум номер 142 Тема сегодня, как создавать вкусные букеты Спикер Ольга Юмшанова, мастер фудфлористики Из города Березники, Пермского края, vk.com Букет от Софии Ольга, добрый день Здравствуйте Ольга, а кто же такая София? Или кто такой? Я думала, может, ваша собака вроде не дочь У вас имена у дочерей другие Нет, София как раз моя третья дочка Именно она вдохновительница моя Младшая? Благодаря ей как бы младшая, да Что старшим у вас уже по 18 лет, а младше сколько? Младше 4 года, 5 год Как она вас вдохновила на букеты, причем съедобные? Когда я была в декрете Это время, которое День сурка называется Чтобы что-то изменить, мне захотелось Во-первых, мне захотелось какой-то дополнительный доход получать Во-вторых, делать что-то творческое своими руками Я очень долго думала, чем мне хотелось заниматься Причем дома Дома, да А до этого вы работали где? В офисе? До этого я была в сетевом маркетинге То есть опыт у вас был продвижения, да? Что очень важно Да Для самозанятой Да Опыт продвижения был Но я бы не сказала, что полный такой опыт Я еще дополнительно училась Брала курсы, как продвигаться через группу ВКонтакте А учились на кого? Училась я на аппаратчика Это что-то техническое, да? На заводе? Да, это на заводе Но ни дня не работала Потому что в вашем городе много очень заводов больших, да? Да Сегодня мы поговорим о том, как же освоить вот эту профессию, по сути дела, да? Ну, занятия Следуя вашему примеру Любая самозанятая женщина, мамочка в любом городе российском небольшом Да, сможет этим заниматься при желании Но нужно освоить кучу секретов, как вы пишете Да, потому что, кажется, вроде просто букеты из фруктов Ну, наложил их в вазу, вот и букет А вот нет Юля, как у вас, когда родилась идея этим заняться? Где вы учились? Дома сидя Да, только Ольга Я скажу, что я самолучка Да, Юля, это у вас написано в этом, в Зуме Это дочь Да, прошу прощения, дочь, когда не справила я Да, это дочка у меня Сегодня вы и Юля, получается, за Юлю Меня, кстати, очень часто Юлю называют Поэтому Ну, потому что вы в Зуме, Юлия, да Вот, вопрос был какой? Вопрос был, когда, сидя вы дома, значит, с младшим ребенком Подумали, чем бы мне заняться? Зарабатывать дома и чтобы это было творческое занятие Как вы натолкнулись на эту идею? Ну, я сам, я, во-первых, листала в контакте просто ленту И мне на глаза попался конфетный букет И меня это заинтересовало и зацепило Потому что раньше, когда я что-то видела, какие-то конфетные букеты Они меня не вдохновляли, то есть они были какие-то бумажные Как бищенские какие-то, прошу прощения А здесь я увидела прям настоящий, как будто бы живой, но с конфетами И мне захотелось себя в этом попробовать То есть это был мой первый опыт, с этого я начинала И потом уже постепенно начала как раз входить Вот эта вот съедобная флористика, она стала более популярной И когда я увидела просто случайно где-то какой-то букет из еды, из фруктов Мне захотелось просто это попробовать Попробовать сделать своими руками Ну вот важное слово сказали, живой Я точно люблю слово живой У меня тоже называется жанр, живая деловая журналитика Когда кроме секретов мастерства мы еще узнаем душу человека чуть-чуть, да, немножко И историю из его жизни Вот как ожили ваши первые съедобные букеты? То есть у кого вы учились в интернете или на курсах? Я училась в интернете, я смотрела какие-то мастер-классы, но, как правило, на YouTube не показывают полной всей информации То есть по различным креплениям, да, допустим, фруктовый букет, чтобы создать фруктовый букет, кажется, что вроде бы просто надел на шпажки и все готово А нет, во-первых, это сочетание цветов Во-вторых, это само крепление Допустим, мне очень долго не давался виноград Он у меня разлетался просто по полу Рассыпался Фрукты прям, шпажки протыкали фрукты насквозь Выскакивали из букета, то есть это уже практически готовая сборка И фрукты начинают выскакивать просто вот с бешеной силой То есть я уже по своему опыту понимала Где-то я передавила, где-то я что-то сделала не так И после этого я пошла на курсы по флористике Чтобы понимать, по сочетанию цветов Чтобы научиться правильно собирать А флористике с цветами, не с фруктами Да, конкретно с цветами У вас в городе курсы есть такие, да? В городе я не знаю, я училась онлайн Научилась собирать Это очень важно, да, что как бы да и да и дой Но вот само искусство, сочетание цветов, оно приходит из флористики Да Ну, вы знаете, наверное, у каждой женщины есть такое То есть любая женщина, у нее есть такое вот сочетание цветов Основное правило, это не более трех цветов, оно всегда действует, да? Но умение... Я вот про это не знаю, так что вот я думаю, что тоже не все женщины про это знают Не говоря уже о мужчинах Кстати, о мужчинах я почитал, значит, в вашем сообществе У вас, кстати, для небольшого города больше двух тысяч подписчиков в группе Это довольно много, да? Вот, как вы пишете, что Никогда не знаешь, что подарить начальнику там или мужчине, да? И лучший выход для мужчины через желудок, да, любовь Это съедобный букет Вот, там красиво вы как-то еще упаковываете, вставляете там бутылку коньяка, например И вокруг нее много колбасы и сыра-сыра-сыра-сыра, еще всего такого Вот, то есть это, наверное, лучший способ, да, понравиться мужчине, женщине Я думаю, что да, потому что зачастую мне самостоятельно приходится доставлять букеты Но вот зачастую женщины хотят не от своего имени вот так вот подарить этот букет А хотят это сделать сюрпризом То есть в тот момент, когда муж находится на работе или дома, а жены нет, например Или не муж Да, они делают сюрпризом, то есть они просят меня даже вот не говорить ничего То есть я просто приезжаю, человек абсолютно ничего не знает Открывается дверь и вот такой вот съедобный букет У них просто лезут глаза на лоб Я серьезно говорю, первый мой букет я подарила мужу Я просто видела его вот эти восторженные глаза Мы, правда, букет ели вместе всей семьей Но вот эти восторженные глаза, это однозначно А вот мужчины оценивают искусство там, вот, цветосочетание всего в этом седобном букете Как они вообще? Интересно Или думают, что, ну, типа, ну, положили и положили Вы знаете, вот конкретно для мужчин Скорее сочетание цветов не очень важно Скорее важна аккуратность работы То есть в основном вот прям аккуратность Это красивая упаковка, не замятая, не затертая Ну, наверное, колбасу не уважают больше, чем и коньяк, чем фрукты Да, хотя есть заказчицы, которые для мужчин заказывают букеты из фруктов Бывают заказывают из орехов Бывают заказывают из конфет То есть вот мужчины-сладкоежки любят сладкие букеты Значит, давайте вот у нас получается уже в первой части интервью Мы уже три заповеди, да Во-первых, нужно учиться у лучших, да, хотя бы онлайн Во-вторых, иметь опыт в продвижении У вас опыт был из вот этих, как это называть, как называть Работы в севых компаниях, да, севый маркетинг Вот, а если его нет, то нужно где-то учиться все равно, да И в-третьих, вот благодаря этому опыту создавать свое сообщество в соцсетях у вас ВКонтакте Причем вы используете специальные техники Ну, например, проводите конкурсы Расскажите, как конкурсы приводят новых подписчиков или заказчиков Во-первых, продвижение, оно всегда важно То есть, да, не так, как конкурс Да, конкурс он всегда продвигает Это сто процентов, я поняла Добавляются новые люди Новые люди узнают, видят Многие к конкурсам относятся скептически, потому что, ну, говорят, что халявщики приходят различные Ну, без этого никак Это бывает Но основная идея конкурса в том, чтобы привлечь новых людей Конкурсы я достаточно часто провожу в группе И вот сейчас Они привлекаются за счет чего? Там вот нужно в комментариях писать разные версии ответов Или обязательно перепосты, стать членом группы Что еще там? Вот, как по правилам контакта Сейчас репосты не очень работают Сейчас работают лайки и комментарии Поэтому у меня конкретно в группе стоит запрос на конкурсе Чтобы основные два условия Первое – это вступление в группу А второе – это оставить комментарий Человек оставляет комментарий И уже его друзья видят вот эту запись Кто-то из друзей сделает заказ Кто-то также поучаствует в конкурсе И уже информация распространится дальше То есть в контакте конкретно идея работает вот так А вот таргетинговую рекламу платную в контакте Вы размещаете или уже сейчас пока не нужно Уже все работает так? Вы знаете, вот сейчас со всеми изменениями Во-первых, эта реклама, она очень стала дорогой А во-вторых, я когда-то размещала Да, это, конечно, работает Но меня устраивает то, что происходит сейчас Есть какие-то нетрадиционные, нестандартные способы продвижения, которые вы сами придумали? Ну что-то вот у других вы это не встречали, у вас вдруг заработало? Так, ну у меня, я-то не знаю, как другие, как работают Я использую все возможные площадки Я использую Авито, использую Ю, ВКонтакте Вот Инстаграм у меня работал до последнего дня Пока была возможность Потом что еще? Ну основное, я бы сказала, это все-таки остается сарафанное радио Люди, которые заказывают, клиенты, они потом рекомендуют То есть это основное Ну опять же конкурсы И, наверное, способ, который использую я Это продвижение через людей Скажем, такая хитрость реклама Я дарю букет для человека И он потом просто в соцсетях рассказывает о том, что вот мне подарили букет Показывает его, и от него уже люди обращаются А вы дарите букет, это какие-то лидеры общественного мнения в вашем городе, да? Им или как? Не обязательно Это могут быть мои подруги, мои друзья Просто родственники То есть это даже совершенно не важно Ну вот я почитал интересное Кому интересно, зайдите тоже к вам Будет указано в описании подкаста Ссылка на ваше сообщество И вы анонсируете один из ваших мастер-классов Который у вас периодически проходит И там много вот таких вот заповедей Ну, например, то, что мы с вами еще сейчас не успели проговорить Это про спиральную технику Это основа основ, да? Вот получается все в виде такой спирали, да? Всегда букет Крепление мы сказали Эстетичность, элегантность упаковки мы сказали Как крепить мягкие фрукты Вы тоже про это говорили Техника фрукты без прокола Вот это что? То есть как закрепить, не прокалывая их? Да То есть конкретно по фруктам Многие хотят, чтобы фрукты не были проколоты Допустим, один из последних случаев Когда... Чтобы они дольше хранились, наверное, да? Чтобы ничего не вытекло Да, они, во-первых, дольше хранятся Потому что они остаются целыми Вот, ну, на примере случая Когда мне попросили букет из перцев сделать Для того, чтобы в дальнейшем Этот человек, которому подарили Он вот эти перчики, семена Оставил на посадку Я понимаю, что нужно, чтобы этот перец Сохранился в первозданном виде Поэтому там идет специальная техника Чтобы фрукт в этот момент не прокалывался Но при этом держался в букете То есть... Или наоборот Как правильно раскрыть, например, гранат Да, красиво То есть он выглядит красиво раскрытый С этими, со своими внутренностями, да? С зернами, да Вот, мы должны уже заканчивать Сформулируйте в нашей рубрике Правила жизни и бизнеса Вот нашу тему сегодняшнюю Как создавать вкусные букеты И основные ошибки всех начинающих Один, два, три Ну, ошибки начинающих И не только начинающих Судя по ленте Вижу, когда мастеров Это, во-первых, мусорность букета То есть нет какой-то конкретики цвета То есть это, во-первых, цвет, колористика Во-вторых, ошибка Это неорганизованность Неорганизовывать себя Это в фрилансе очень важно И третья, наверное, главная ошибка Это Самое важное Несоблюдение, наверное, каких-то санитарных норм В футболаристике это очень важно Да, каждый пункт можно расшифровывать Второе интересно Что там неорганизованное, что имеется в виду? Вот во фрилансе очень важно Я по своему опыту поняла Что очень важно научиться себя организовывать То есть, допустим, в день я могу делать Четыре букета Больше я сделать не могу По причине... Ну, это зависит вообще от заказов Может, о них, может быть, много А может быть, ни одного Как организовать? Да Ну, во-первых, нужно научиться организовать Так продажи, чтобы они были Четыре или три в день Но И у меня бывает не всегда, допустим Полная занятость с дня Но в это время я занимаюсь себя тем Что я делаю заготовки для букетов Например, основы И я делаю какие-то букеты Которых срок годности достаточно долгий Они могут храниться Например, конфетные букеты Букеты из сухофруктов То есть ореховые букеты Ну, и потом найти время для доставки Ну, в небольшом городе это нормально Вы сами можете доставлять А в большом это много времени уходит Ну, в этом случае есть курьер Курьерская служба Которой можно обращаться Те же самые Яндекс А вы доставляете прямо Из-за своей машины Или прямо на транспорте? Как вы доставляете? Нет, я доставляю в данный момент на такси Я не за рулем Поэтому я на такси доставляю Либо обращаюсь с курьером Который доставляет Ну, и все это входит в стоимость Тоже нужно прочитать правильно Себестоимость и всего этого Чтобы еще цены были доступны Все-таки сейчас в связи с кризисом Даже в больших городах-то люди уже считают Там каждые 100 рублей лишние Как у вас? Ну, у меня в плане доставки Есть выбор То есть человек может самовывозом забрать Приехать ко мне забрать букет Либо доставка 200 рублей у нас по городу идет То есть человек сам выбирает Ольга, ну вот заканчивая Уже вы пишите Я не теоретик, я практик А все-таки про теорию Про миссию фудфлориста Что самое главное То, что вам нравится в этом деле? Наверное, это эмоции Эмоции людей, получателей Которые Самое то, что меня зажигает Вдохновляет Это вот эти глаза Наполненные радостью, неожиданностью Иногда со слезами Вот это, наверное, то, что меня зажигает Как вы пишете Ваши истинные эмоции Это лучшая награда для меня Случается быть волшебником И выполнять доставки сюрприза Ну и себя вы называете феей Букетная фея Букетная фея Меня называют уже давно С нами сегодня была Букетная фея города Березники Пермского края Ольга Юмшанова Мастер фудфлористик В Годачка Ком Букет от Софии Как создавать вкусные букеты Берите пример с Ольги Ольга, спасибо, удачи вам Спасибо Как привлечь инвестиции Где найти партнеров Как защитить свои интересы Верхникамская торгово-промышленная палата Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса Город Березники, улица Юбилейная, 17